У нас были гайдамаки, у нас были казаки, запарижская сич, мы мощная страна, мы же знаем, как бороться. И вот сейчас у нас есть вот это равновесие, но Янукович отступить не хочет. Не хочет или не может, Олег Янукович? Не хочет. А что не может? Мог бы. Если у него чуть-чуть есть инстинкт самосохранения, вот у Кучмы был, у Кравчука был, у Ющенко был. Слушайте, у Януковича точно он есть, потому что он, я же говорю, выжил после 2004 года, он имеет большой опыт, у него есть интуиция, у него есть чувство сохранения. Очень интересно сказала Богословская, она фактически подтвердила то, что я говорил, и то, что Черновол сказал, что Янукович пребывает в измененном психо-физическом сейчас состоянии. То есть, что он не поехал в Москву, что он избивает своих ближайших соратников, что он не может находиться в меняемом долгосостоянии, что ему колят седативные успокаивающие препараты, что он дает какие-то зверские команды на избиение. Вот это его выражение лица, когда он говорил про избиение Беркутом студентов, вот эти его охоты, постоянные убийства животных, получение наслаждения через агонию, видя агонию и как течет кровь. Это свидетельство патологии, того, что произошли какие-то серьезнейшие изменения в сознании данного человека. Если это правда, то должна быть какая-то экспертиза очень серьезная. Мы, может быть, имеем дело с каким-то абсолютно уже невменяемым человеком, который не может находиться на посту президента. И он является чрезвычайно опасным, его пребывание для всей нашей страны. Мы должны помнить, что он находился в колоптоидном состоянии, когда в него попало яйцо в Ивано-Франковске. У него отказали тогда все жизненные органы. То есть у него есть какая-то мощная психическая травма. От нас скрываются какие-то очень серьезные его показатели, психические, физические, как человека. Они, видимо, усилились. Вот как у Ленина была травма мозга. То есть половина его мозга фактически сгнила. Может быть, у него тоже что-то есть, у Януковича подобное? Ну, многие эксперты говорили, что просто Янукович и Донецкая команда, они не умеют реагировать на социальные протесты. Потому что в их жизни и в их опыте их было очень немного. То есть выступление Шахтерова, тогда еще не они решали этот вопрос. А потом, собственно говоря, ничего такого и не было. Единственное, которое Януковичу касалось, это Майдан 2004 года. Но это тоже была скорее команда Кучма решала этот вопрос, чем команда Януковича. Вот команда Януковича и он сам, они очень, по-моему, уязвимы к социальным протестам. Они просто, многие говорят, просто не знают, что с ними делать. Вот этим объясняется их такое поведение. С одной стороны, агрессивное, а с другой стороны, немного странное. Ну вот смотрите. Надо просто... Есть простая вещь. Надо брать европейский опыт. То есть им надо просто определиться. Диктатуры здесь они не построят. Но не будет у нас азиатской диктатуры. Не будет. Надо смотреть, как в Европе. В Европе очень просто. Есть парламентская политическая партия. Она получает в результате выборов, голосования, мандат, направление. Она дает план действий, программу. Она должна ее реализовать. Если она ее реализует плохо. То есть она получает как бы в аренду государственную машину управления. Для того, чтобы реализовать свою программу. Если она не может ее реализовать. Она должна отдать, прервать эту аренду. И уступить через новые выборы эту машину. Это в идеале. Это так везде. Это так везде. Иначе быть не может. То есть вы не умеете управлять. Или в силу вашей некомпетентности. Или жадности. Или в силу того, что вы обманщики. Или в силу того, что вы придурки. Вы не умеете этого делать. Идите, учитесь. Вот надо просто принять эту модель. Тогда не будет возникать. А если вы хотите себе государственную машину присвоить. Это неправильно. Тогда, если вы хотите присвоить себе чужое. Государственная машина же вам не принадлежит. Она не ваша. Тогда вы хотите стать. Тогда вы банда. И хотите украсть то, что вам не принадлежит. Народную государственную машину. Тогда, если вы хотите украсть. или украли государственную машину и не хотите ее возвращать народу, тогда народ, в соответствии с пятой статьей, хочет себе эту машину что? Вернуть. А вы, партия регионов, вместе с Януковичем и Азаровым, эту машину нам вернуть не хотите. И когда вы заливаете страну, начинаете кровью заливать, тогда народ вправе применить к вам тоже соответствующий уровень насилия, чтобы забрать у вас эту систему государственной машины. А те структуры, инструменты в государственной машине, полицейские, которые предали народ, народ, милиция, СБУ, прокуратура, суды должны быть стерилизованы, потому что они находятся на службе народа, потому что они живут за деньги народа, потому что народ оплачивает милицию, потому что народ дает зарплату прокуратуре и судам за счет своих налогов, потому что народ выделяет средства, чтобы их детишки ходили в школу, в институты, в садики и так далее. Европейские. Да. Вот же в чем фокус. Поэтому, если эти инструменты карательно-полицейские предали народ и встали на службу политической партии, в данном случае регионов, а политическая партия регионов представляет из себя стационарного бандита, кланово-олигархическую группу семьи Януковича, то они за это будут что? Отвечать. Они должны быть потом получить волчий билет и не будут иметь нигде трудоустройства после победы народного восстания для защиты пятой статьи Конституции. И вот сейчас мы имеем паритет. То есть мы имеем рождественский пост, то есть народ не может... Сейчас как бы схлынула энергия, да? Вожди не сумели, лидеры политических партий не сумели как бы воспользоваться энергией народа до 19 декабря. Теперь надо ждать, надо переждать, надо уже войти в Новый год, надо дождаться Рождества, а потом надо... То есть уже как бы кризис не разрешится сам собой. Ну вот вы сами подвели уже к тому, что давайте попробуем сделать какой-то прогноз на начало первые три месяца следующего года. То есть мы видим, что мы зашли в глухой угол. То есть, к сожалению, руководство страны погрузило Сазаров и Янукович, и узкая группа руководства партии Януковича в маниакальный синдром и не хочет с него выходить. Они не хотят идти ни на выборы, ни на какой-то компромисс. Они не хотят мирно разрулить ситуацию. Тогда должна быть какая-то другая, плюс их поддержала чужая страна. Она дала им деньги для того, чтобы режим продолжил свою агонию. То есть, если бы Россия не дала 3 миллиарда долларов, режим бы пал. Однозначно пал бы. Карт-бланш, чтобы Россия дала 3 миллиарда долларов, дали Соединенные Штаты Америки, Обама. Это однозначно ясно, что именно Обама дал карт-бланш Путину, чтобы...